вытираем красивая модная тряпка но это мы только от грязи от пыли капот отмыли сейчас будем его немножко дефектовать так с виду вроде глянешь этот вмятин может две или три штуки на нем или три с половиной машина целая и красивая есть экранчик называется дефектовочный или темняшка то как называется смотрим на отражунку оказывается тут не три на три с половиной вмятина можно так дефектовать можно вот так самое лучшее конечно это когда мы ставим свет включаем свету и вот они вмяты поехали как мы их можем дефектовать можно вот так брать отмечать раз два три и так далее это вопрос 1 вот их тут сколько много все интересно красиво но все это надо делать отмечать можно еще раз по-другому одинки разные бывают одни вот такие другие такие трети такие вот одно время тоже применял вас и допустим красные это большие этот это средний вот это ну что берем и отрываем допустим на маленькую вмятинку так ну то есть посчитать раз два три пять десять там допустим несколько больших несколько средних несколько маленьких в итоге деталь получается вся как ежик но это еще не все как это все я понимаю а теперь если заглянуть нам под капот сейчас мы туда заглянем а там другие новости потому что внутри капота есть жесткости которые держат верхнюю оболочку и под этими жесткостями под усилителями так называемые есть мятины туда забираться уже проблема это тоже надо учитывать вот они усилители под усилителями есть какой-то зазор у кого-то больше на каких-то машинах на каких-то меньше но еще и так же есть вот она шовная мастика она бывает тоже у кого-то мягкая у кого-то жесткая и бывает в этих местах тоже вмятины то есть это надо срезать ну в итоге дабы не удлинять видео что если начать все это учитывать и обсчитывать на вот такой капот сравнительно небольшой но на мой взгляд на этом капоте порядка 400 450 уметь все во первых различной формы вот различных размеров каждой как говорится бороться приходится индивидуально какая-то выходит там с первого . я условно какой-то надо там две-три минуты повозиться с какой-то вмятина и надо повозиться там и полчаса может быть и час такое тоже бывает опять же где она находится в открытом доступе легко и быстро и и почти под усилителем уже посложнее а если в каком-то неудобном месте иногда приходится делать технологические отверстия опять же эти моменты все надо хозяевами всегда оговаривать почему потому что тебе надо долезть вот вот эту вмятину сделать тебя нет доступа нет инструмента сверлится технологическое отверстие и делается если хозяин к этому готов это да это все надо обговорить а сейчас ты насверлил там две три четыре пять десять двадцать отверстий потом хозяин приходит на это чё ты мне из машины сито сделал все вот эти моменты надо оговорить поехали дальше я уже не первый день работаю как я шучу а второй поэтому все вот эти вещи отмечания фломастерами и прочим я просто откинул потому что это мы тратим время свое на то чтобы вместо того чтобы вернее заниматься ремонтом поверхности мы занимаемся подсчетом высчитыванием потом хозяина не мне это дорого и чё потратил время и силы не это никому не я обычно объясняю людям так вот смотри вот они вмятины вот примерно тока истока сколько у меня займет времени вот от сих и до сих будет цена если человека устраивает все дальше вопрос за мной опять же как сделаю так позвоню вот я пришел к чему кому как говорится не нравится они делают в другом месте или есть это вот что касается первого вопроса во втором вопросу вот мы помыли красивая чистая поверхность все блестит принципе почему плохо отрываю длип почему они плохо клеится почему клей плохо тянет да потому что на всю вот эту вроде все чисто все блестит даже шагринку видно тем не менее клей плохо клеится да потому что эта поверхность грязная это что вы взяли там спиртиком протерли это еще ни о чем не говорит на многих машинах особенно на дорогих премиум класса очень часто различные покрытия для того чтобы она блестела красивая была и так далее и тому подобное всякие керама на на и прочие покрытия они нам тоже мешают если у вас плохо клеится клей надо подготовить поверхность можно подполировать а еще лучше взять трезак вот это такая вот штучка что надо это очень мелкий трехтысячный абразив берем смачиваем и я условно показываю и здесь зашлифовываю потом берем какую-нибудь пласту средней абразивности невысокоабразивные и шлифуем но в данном случае чтобы вот этот капот делать его надо вымыть вычистить обезжирить обеспылить я прохожусь под машинку с водичкой трезаком это снимается там какая-то тысячка но в крайнем случае пол сутки лака снимается потом я его подполироваю не в глянец прям сумасшедшая просто подполирую тогда начинаю заниматься еще один вопрос вот он наш термоклей когда он выходит из какой-то печи там или откуда-то он в расплаве получается трубочки вот он идет его дальше на лапшу на такую на такие на 4 же но для того чтобы он нигде не приклеивался и он скользил и выходил потому что это поточное производство это конвейер на него наносят какие-то лубриканты вот для этого я беру живой водой брызгаю спирт спирт и тщательно вытираю и вот эти лубриканты вот эти жиры они уже не попадают на клей и наш клей более тягучий становится вопрос второй надо правильно подбирать температуру для клея и точно также обезжиривать грибочки и будет как говорится вам счастье ну вот пока все на эту тему если я сейчас что-то еще вспомню будет небольшая дописочка ну а теперь а теперь а теперь а теперь мы займемся немножко поремонтируем город и вот это много он всякие разные общем работа обещает быть интересной